Украинцы, украинки. Украинцы, украинки. Все наши защитники и защитницы. Ежесуточно оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом. Накануне ночью они нанесли ракетный удар по селу в Одесской области. Семь ракет «Калибр» морского базирования против обычной деревни. Это не дешевые и не простые ракеты. Россия очень гордилась ими. И куда они попали? Обычное деревенское поле и неработающая ферма, деревенские дома, придомовые постройки, лицей, дом культуры. Никакого военного смысла. Это просто террор. К счастью, погибших нет. Люди вовремя отреагировали на сигнал воздушной тревоги. Но шесть местных были травмированы, и среди них пятимесячный ребенок. Ему и матери оказывается вся необходимая помощь. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам. Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота. За прошедшие сутки россияне обстреляли еще Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, Харьковской, Николаев, Краматорск. Крылатая ракета ударила там, прямо по центру города, Славянск, Торецк и другие города Донбасса. Много погибших, много раненых. Окупанты обстреляли приграничные районы Сумской области на захваченной Запорожской АЭС и в Энергодаре новые факты террора против работников и местных жителей. Как бы оккупанты не пытались скрыться, вооруженные силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответный удар. И наше государство установит личности каждого российского преступника, кто виноват в терроре украинцев. Увеличение американской поддержки для Украины, дополнительная помощь для защиты людей от российского террора, решение гуманитарных потребностей – это задача визита первой леди Украины в Соединенные Штаты. Во второй день визита состоялась встреча в Белом доме с первой леди Джилл Байден. Президент Байден, вице-президент Камала Гаррис и ее муж пришли поздравить первую леди Украины. Я благодарен президентской супружеской паре Соединенных Штатов, всем представителям американской администрации и каждой американской семье за теплоту по отношению к нашей стране и нашим людям. Я ожидаю от этого визита первой леди весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой. Именно сейчас это важно. Уже состоялись встречи с государственным секретарем Энтони Влинкином и Самантой Пауэр и другими влиятельными женщинами-политиками, представляющими правительственные и парламентские структуры Америки. Завтра Елена будет выступать в Конгрессе от имени всех украинских матерей, всех украинских женщин. И это будет важное обращение. И я очень верю, что его действительно услышат те, от кого зависит принятие решений в США. Провел сегодня телефонные переговоры с тремя лидерами. Проинформировал президента Польши Анджея Дуду о ситуации на передовой. Обсудили с ним дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии. Говорил с премьер-министром Италии Марио Драги. Поблагодарил его за честную и принципиальную позицию в защите наших общих европейских ценностей. Вечером говорил также с президентом Кот Дивуара. Проинформировал его о наших усилиях в противодействии продовольственному кризису, созданному Россией, который угрожает миру масштабным голодом. Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ. Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено. Назначен и новый министр социальной политики Украины Оксана Жалнович. Ожидаю от нее больше активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики, конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, которые предоставляет государство. Также нужно ускорить модернизацию нормативной базы для социальной политики и роль министра в этом должна быть значимой. Очень важно, что Верховная Рада Украины сегодня реализовала инициативу руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о создании специальной комиссии по контролю за использованием вооружения, предоставляемого нашими партнерами. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Я хочу подчеркнуть, никакой почвы для любых претензий нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то там, заработает такой дополнительный парламентский инструмент контроля. Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 185 военнослужащих отмечены государственными наградами. Пять из них посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Слава всем, кто защищает и усиливает наше государство. Слава Украине!